Ставрополь уже в третий раз примет гостей форума Всемирный Русский Народный Собор. В этот раз он придет под эгидой «Глобальные вызовы. Русский ответ». Сегодня в правительстве края прошло совещание, где ответственная рабочая группа обсудила все нюансы его проведения, чтобы форум прошел на самом высоком уровне. Сама тема собора «Глобальные вызовы. Русский ответ» говорит за себя. Вы вспомните, как проходят сегодня все наши и политические, и другие диалоговые площадки, с какими темами довольно жесткими, даже, может быть, более такие жесткие, нежели наша тема. Действительно, сегодня глобальный вызов вообще во всем мире. Этот вызов говорит вызов нравственности, вызов морали, вызов семье, в конце концов. Сама идея такого форума, который, кстати, уже практически стал традиционным для нашего края, это прежде всего сохранение мира в нашей стране. До начала проведения форума осталось чуть меньше месяца. Старт дан на 26 ноября. На площадке Северо-Кавказского федерального университета будут работать секции по актуальным темам. Семья, как вечные цены с меняющимся мире. Кавказ, как пространство диалога и сотрудничества. Также будет затронута тема русского учительства, его традиций и перспектив на будущее. И это только несколько аспектов форума. В целом мероприятие пройдет с индивидуальной дизайн-концепцией. Есть символика, утвержденная в РНС. Она зарегистрирована, она имеет свой статус в такой организации, как ЮНЕСТО. Подготовка к такому масштабному мероприятию со стороны власти и других структур ведется особенно тщательно. Осмотр помещений, где будут проходить заседания, круглые столы и секции. Покупка специально подобранной под собор современной звукоусилительной аппаратуры. Обсуждаются и протокольные вопросы, как встречать, размещать и кормить гостей. Одна из главных тем на повестке дня – безопасность всех участников форума. Проведено обследование парковочных мест для автотранспорта, для участников форум подготовлены. Схемы предварительных маршрутов движения, определено количество места стоянок, экипажей, ГИБДД. Предусмотрена возможность заезда для гостей особой категории. Уже сегодня проговорена тема привлечения и участия в охране общественного порядка, добровольной, народной и муниципальной казачьей дружины города. В штатном режиме проведут и обязательную проверку всего автотранспорта, привлеченного для конференции. Также, учитывая опыт прошлых лет, в этом году особое внимание будет уделено схемам проезда гостей Ставрополя, что позволит избежать пробок на дорогах. Ирина Милованова и Иван Дацынов, АТВ Ставрополь.